Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз. Церковный календарь». Сегодня четверг, 28 июля по новому стилю или 15 по старому. И сегодня память. Мученика Кирика и мученицы Иулитты, мученика Авудима Тенедосского, пострадавших в IV веке, равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия, угодника Божия X-XI века, священно-мученика Петра Троицкого, диакона, почившего в 1938 году. Прославляется Собор Киевских святых. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня говорим о великом князе Владимире. Князь Владимир был сыном Святослава от древлянской княжны Малуши. Родился он в 963 году. Воспитывал Владимира брат его матери, язычник Добрыня. В 972 году князь Владимир стал править Новгородом. В 980 году, в разгар войны между братьями, Владимир пошел на Киев, в котором княжил его старший брат Ярополк. Победив и убив брата, Владимир стал править в Киеве. Он завоевал Галицию, смирил Вятичий, воевал с печенегами, распространил пределы своей державы от Балтийского моря на севере до реки Буг на юге. У него было пять жен и многочисленные наложницы. На Киевских горах он установил идолов, которым стали приносить человеческие жертвы. Тогда же пострадали за Христа мученики-варяги Феодор и Иоанн, о которых мы говорили недавно. Обстоятельства их смерти произвели на Владимира сильное впечатление, и он начал сомневаться в истинности языческой веры. По приглашению князя в Киев приходили проповедники из разных стран, послы от болгар-мусульман, живших за Волгой, немцы-латинини, иудеи и греки. Князь расспрашивал об их вере, и каждый предлагал ему свою веру. Но самое сильное впечатление произвел на него православный греческий проповедник, который в заключении своей беседы показал ему картину страшного суда. По совету бояр Владимир отправил десять мудрых мужей, чтобы испытать на месте, чья вера лучше. Когда эти русские послы прибыли в Константинополь, то великолепие Софийского храма, стройное пение придворных певчих и торжественность патриаршей службы тронули их до глубины души. «Мы не знали», — говорили они потом Владимиру, — «на земле мы стояли или на небе». А бояре тут же ему заметили, «если бы вера греческая не была бы лучше других вер, не приняла бы ее бабка твоя Ольга, мудрейшая из людей». Владимир решил креститься, но не хотел подчинять Русь грекам. Поэтому вскоре после возвращения послов Владимир пошел войной на греков и взял Херсонес. Отсюда он отправил послов в Константинополь к императорам Василию и Константину с требованием руки их сестры, царевны Анны. Те отвечали ему, что царевна может быть женой только христианина. Тогда Владимир объявил, что желает принять христианскую веру. Но прежде, чем невеста прибыла в Херсонес, Владимир был поражен слепотой. В таком состоянии, подобно апостолу Павлу, он познал свою духовную немощь и приготовился к великому таинству крещения. Царевна, прибывшая в Херсонес, посоветовала ему поспешить с принятием таинства, и Владимир крестился в 988 году, прозрел и был наименован Василием. Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, князь Владимир прежде всего предложил креститься своим двенадцати сыновьям, и они крестились в одном источнике, известном в Киеве под именем Крещатика. Вслед за ними крестились многие бояре. Между тем, Владимир приступил к истреблению идолов, и главный из них, идол Перун, был привязан к конскому хвосту, с поруганием совлечен с горы и брошен в Днепр. За низвержением идолов последовало оглашение народа евангельской проповедью. Христианские священники собирали народ и наставляли его в святой вере. Наконец, святой князь Владимир объявил в Киеве, чтобы все жители, богатые и убогие, явились в определенный день на реку для принятия крещения. Киевляне спешили исполнить волю князя, рассуждая так, если бы новая вера не была бы лучше, то князь и бояре ее бы не приняли. В назначенный день жители Киева собрались на берег Днепра. Сюда явился великий князь со священниками. Все киевляне вошли в реку, кто по шею, кто по грудь. Взрослые держали на руках младенцев, а священники на берегу читали молитвы. После Киева и его окрестностей святая вера была насаждена в Новгороде. Первый киевский митрополит Михаил прибыл туда в 990 году с шестью епископами. Из Новгорода митрополит Михаил в сопровождении четырех епископов и Добрыни прибыл в Ростов и там крестил многих, рукоположил пресвитеров и воздвиг храм. Впрочем, язычество еще долго держалось в Ростове, так что первые два епископа ростовские, святые Федор и Иларион, после многих усилий в борьбе с язычеством, вынуждены были оставить свою кафедру. В 992 году святая вера была насаждена в Суздальском крае. Туда прибыл святой князь Владимир с двумя епископами. Суздальцы охотно крестились. Дети святого Владимира, которым он раздал уделы, заботились о распространении и утверждении христианства в подвластных ему областях. Так, в X веке, кроме Киева, Новгорода, Ростова и Суздаля, святая вера была насаждена в городах Муроме, Полоцке, Владимире-Волынском, Смоленске, Пскове, Луцке, Тмутаракане и в земле Древлянской. Вообще, христианская вера в первое время распространялась преимущественно около Киева и по Великому водному пути от Киева до Новгорода. От Новгорода она распространилась по Волгскому пути. Под влиянием православной веры славянские племена стали объединяться в единое государство. Успешному распространению веры Христовой среди русского народа содействовало в особенности то, что она, благодаря трудам святых Кирилла и Мефодия, распространялась на родном славянском языке. Также святой Владимир твердой рукой сдерживал на рубежах врагов, строил города и крепости. Им построена первая в русской истории засечная черта – линия оборонительных пунктов против кочевников. В 1007 году святой Владимир перенес в Десятинную церковь мощи святой равноапостольной Ольги, а четыре года спустя, в 1011 году, там же была погребена его супруга, сподвижница многих его начинаний, блаженная царица Анна. Сам же креститель Руси тяжело заболел и предал дух Господу в селе Спас-Берестове 15 июля 1015 года. Он правил русским государством 37 лет, из них 28 лет прожил во святом крещении. Святые мощи великого князя Владимира были положены в мраморные раки, поставленные в Климентовском пределе Десятинного Успенского храма Киева, рядом с такой же мраморной ракой царицы Анны. Святый равноапостольный великий княже Владимире. Моли Бога о нас! Всего вам доброго, дорогие телезрители! Субтитры создавал DimaTorzok